привет ребят привет всем добро пожаловать в новый блог времени совсем нет я что-то на 6 дней или 7 пропала может быть сегодня или завтра сделаем прямую трансляцию прошу прощения за мою прическу я утром делала укладку у нас погода ветреная хотя и солнце и все время на волосах хара была в текамаксе купила одни покупки живу в свое удовольствие вот этот гель для душа я вам показывала тоже во влоге и снимала в течение 6 дней большие кусочки еще взяла сегодня в текамаксе на подарок своей подружке вот такой марципан 7 евро стоит но здесь не знаю сколько грамм 300 грамм какой огромный жду и мы идем в агентство по отроду устройству польская хочу попробовать себя в другой сфере работы но это производство но более приятное для меня так что жду и ну что вытягивала волосы феном что нет ничего жарко сегодня 18 градусов в общем пока буду ждать ему попью кофе смонтирую для вас небольшой вложек моих покупок ставьте лайки пишите комментарии и помните что я вас люблю и обожаю и уважаю дай ни короля оказалось друзья что нам надо пришла соседка они казалось что надо покупать билеты а мы не знали и они продаются только онлайн там сама тусовка готовы пойти но не знаем как посмотрим как дальше будет наше приключение красота да как как там песня в тик токе лебеди 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 коня ой сейчас нападает я боюсь его красавчик да видеть а а ага сейчас идем еще до ней все мирно Все дружат между собой, да? А там дальше, дивись, я впервые бачу белую гуську, завжди сирю, а там белая гуська есть. Иду. 107 хлебчик принес. Малыши есть, видите? Маленькая, пушистенькая. И там тоже. Вот тут, возле мостика. Мир, любовь. Травушка какая. Класс. Сегодня День короля. Пошли мы на празднование. Там, оказывается, нужно билет покупать. Там еда, карусели, все включено. Стоит 59 евро. В принципе, это недорого. Гнездышко там. Но мы же не знали и не были готовы. Как-то решили там, проходили-походили и ничего не делали. Вернулись просто в парк другой. Тут рядом, где я живу. Это моя соседка, кто маникюр делает. Аня. Хочу малышей. Ой, попугаи полетели. Капец. Не сняла вам салатовые. Я была удивлена, что они здесь на улице живут. А вот и малышики. Где мои сладкие? Мои чусь и пусечки. Где ваша мама? Это же не она. Или она? Кто его знает? Вот там тоже. Какие хорошенькие. И так быстро они плывут. Малыши с мамой. Только там что-то две мамы. Может, мама, папа? И маленькие с мамой. Какая милота. Прелесть просто. О! Вот это вернуло. Видели? Выходим в трансформацию. Катя, забывайте, что правы. Выходите, что мы в трансформацию получаешь на фигуре. День короля. День короля. Кингстей. Решила приготовить рубленые котлеты. У меня было филе. Я достала его. И оно замороженное. Но вы знаете, что курицу намного удобнее резать, нарезать кубиками, когда она не совсем размерзлась. И сейчас займусь этим делом. Ну, постараюсь как помельче нарезать кубики куриные. Дальше покажу. Вот я нарубила котлетки. Теперь покажу вам следующие процессы. Легко, просто, вкусно. А вот следующие продукты, что я буду добавлять. Это два яйца. У меня петрушка. Я помыла. Нужно обязательно перебрать. Потому что есть такие уже там подсушенные части. Добавлю столовую ложку. Даже половинку столовой ложки майонеза. И вот половину этого кусочка на терку вот сюда. Еще забыла. Конечно же, соль, перец. И у меня, с другой стороны, открыла. Это кокосовая мука. Вы можете добавить любую, какая у вас есть. Если же не мука, то кукурузный крахмал или картофельный. Я буду использовать кокосовую муку. Где-то полторы столовых ложки. Или столовую. Посмотрю по консистенции. Так, вот у меня полторы столовых ложки муки. И там, наверное, я треть кусочка сыра использовала. Потерла. Черный перец молотый. Соль. Там два яйца спряталось. И вот, наверное, пол столовой ложки майонеза. Еще он распустался. Вот нарубила много-много зелени. Сейчас буду добавлять, смешивать. И потом посмотрим, что нужно еще добавить. И солила, да. Вот так выглядит мое тесто. Такое плотное, в принципе, мясное тесто. И я оставляю обычно минут 20 хотя бы отдохнуть, чтобы это все пропиталось, смешалось между собой вкусы. Потом просто обжариваю на сковородке с двух сторон. Можно под крышкой, без крышки. Заметила, что если обычную муку добавлять, то более хрустящая корочка получается. Я без крышки жарю по 4-5 минут с каждой стороны. И готово. Покажу. Прошу обратить внимание на мои красивенные розы. Я вообще-то купила их. Они прям высокие. Смотрите, даже эта ваза, она как будто маленькая для них. Но мне жалко обрезать их. Все равно, когда ухаживаешь за цветами, нужно менять воду, естественно, каждый день. Подрезать наискося стебль. И вот, чтобы в воду не попадали листья. Так они быстрее будут сгнивать. Солнечные, красивые и пахнут. Друзья, вот мои котлетки получились. Вот это у меня много такая плотнее. Получилось с одной из двух куриных грудок. И всех этих продуктов где-то штук 10. Я буду на обед есть эти три. Советую. Вот видите, у меня одна плотнее есть. Делать не пузатыми, а более плоскими, как оладушки. Я спешила и думаю, еще-таки лучше, когда более тоньше. Быстрее прожаривается, вкуснее. Вот помидорки черри. Сколько я не съем, но для красоты вам положила. Все, готовьте, пользуйтесь рецептом. Вообще можно много чего добавить. И лук рубленый, и чеснок, и другую зелень. Паприку, красный перец, да, вот болгарский, порезать внутрь. Что есть в холодильнике. Главное это рубленая курица, яйцо и, наверное, мука, чтобы держалась. Все остальное на ваш вкус. Ребят, помните видео прошлое? Снимала сумочку, и я за ней вернулась. Представляете, я потом вернулась, и я ее не нашла. А вот этот раз вернулась и влюбилась в нее. Она прекрасная. 20 евро. Бренд вот сейчас такой покажу. Господи, так жарко сегодня. Фил. Красавица. Принимай поздравления. Спасибо. Так что, так Макси нашла отдел чашки по скидке. Я должна купить. Давно не покупала. 6-7 евро было жалко. А 2-3 евро я возьму. Сейчас буду копаться. Тут все скидки. Поняли? Ну, в отделе для дома. Так, охота моя на пледы, одеяло, покрывало не заканчивается, да? Вот, сегодня я пришла и нашла вот такой замечательный. Смотрите, какого качества. Приятный. Конечно, не хотелось бы мне такой теплый. Но, с другой стороны, Нидерланды страна такая дождливая, и полагода здесь переменчивая. Бывает днем супер жарко, вот как сегодня, а ночью холодно. Вот он идет большого размера. Смотрите, какой-то, наверное, достаточно престижный бренд, я думаю. Стоит 25 евро, а раньше был 54,90. И вот 150 на 200, что-то не фокусируется. Ну, в общем, 150 на 200 размер. Вот так выглядит. И, жаль, мне руки заняты, не могу. Есть вот такая расцветка. Два таких варианта. В принципе, мне такой теплый оранжевый подходит. Мне нравятся сейчас желтые, оранжевые оттенки в моей квартирке или комнате, я не знаю. Но я еще увидела вот такой... А, этот 69, нет, этот я не хочу купить. Вот такой. Этого же бренда. Смотрите, какая расцветка. Серый он идет. И с такими цветочками. Мне этот более понравился, если честно. Он один. Тоже та же фирма. Сори, 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 сори. И у меня получается 24,99. Тот же бренд. Вот так называется он. Я думаю, что он очень красивый. Это цветочки. Как же вам показать? Нет, Вику жду. Она опаздывает, она бы мне помогла. Поняли? Это цветочки. Красиво. Не знаю, что делать, брать, не брать. Еще. Зачем я сюда пришла? Сейчас уйду, уйду и буду переживать. И буду нервничать. Странно. Видите, подушек все меньше и меньше. Но вот эти лимоны никто не забирает. Ну, вот этот не так красив, скажите. Вот какой-то, может, даже брак есть. Не помню. Три точки непонятные. А вот этот. Суси-пуси. Буду ходить, думать к рукам. Ребят, на другом телефоне я слушала... А, там человек шел. На другом телефоне я слушала наушников. В одном наушнике у меня музыка играет. И там, знаете, что? Эта песня Муми Тролль. Уходим, уходим, уходим. Владивосток 2000. Ну, в общем, вот это вот уходим. Очень подходило. Чашки также я смотрела. Ничего мне не запало душу. А это из того стиля, что у меня красные. Хорошее качество. Такое красивое. Это ручная работа. Покраска, точнее говоря. Такие тарелочки прекраснейшие. Девочки, мои любимые, обожаю этот бренд. Смотрите, что я встретила. Сейчас не входит в мои планы покупать. Но цена вообще очень выгодная. 750 миллилитров. Это французский бренд. Это крем-гель для душа. Стоит всего 6 евро. Он прекрасен. Обратите внимание, пожалуйста, на всю косметику. Вот есть маленький, смотрите, вот такой маленький. Я недавно покупала тоже. Он стоит 3 евро. Здесь всего 250. Еще 500 миллилитров всего за 2 евро. Выгодно брать такой. Если вижу, тут раз, два, три, четыре, пять есть. Я на следующей неделе куплю, если останется. Но быстро расхватывается, если честно, быстро. Еще я здесь присмотрела шампунь от Vela Professional для окрашенных волос. Ценник тоже приятный. Всего 20 евро. Но это профессиональный шампунь для окрашенных. Я у нас окрашена. Вот это я еще не видела. Это что? Надо почитать. Шампунь. Ну, для... По гуглю позже времени нет. Для каких это волос? Класс. Это сколько? Это тоже 20. Супер. Вот и кондиционеры. Вот это что-то подороже, кажется. Это вот уже кондиционер. 29, видите? Ну, я купила за 5 или 6 евро тут маску кокосовую. Я ею довольна. Вот тут. Я ее не вижу. Ну, такая плотная, классная. Даже давала и не пробовать. Ей понравилось. А вот, смотрите, такой маленький. Да? Стоит 10 евро. Вот объясните мне. Такой 10. Вот этот. Колумбриллианс. 20. 19. 90. Так, ребята, здесь у нас техника. Так интересно. Я, знаете, что ищу? Маленькое гофре. Очень классно делать прикорневой объем. И долго держать волосы, как бы, не пачкаются. Да? Потому что там больше воздушно все у корнях. Но не могу найти. Все время нужно заказывать онлайн. А я бы хотела, конечно, вживую. Хотела в медиамаркет. Но там не то. Еще заметила, смотрите, такой прекрасный набор за уходы за пятками. 10 евро. Пилочка, кусачки между пальчиками вот этих. Ну, то есть все есть. Супер. Ну, у меня есть уже. Поэтому все же. Вот это что за 14 евро? Не знаю. А, это массаж. Интересно. О, уже его нет. Где-то пропался. Пропал. А вот это что? А, это триммер для лица. Плойки. Все есть. А, гофрепочка. Нету. Вот это шутки. Клинсер девайс, чистка, массаж. Прикольный. Ого, ценник, смотрите. 120 евро. Ой, бог милый. Ой. Ужас. А это? Это просто утюжок. У меня утюжок есть. Я еще с Дельвана привезла. Там уже я копалась. Нету. Десять минут от моего дома. Как красота. Скажи, Вика, кажется, что метро, такой уживленный район, где я живу, да? Там ресторан. Уживленный такой район. И тут пять минут это опа, и природа. Спанель. Если честно, не знаю, туда или туда. Да я природу снимаю. А это? Какая красота. Где там? Какая-то в какую-то каску попала. Смотри сюда. Пишли. Пишли. нет слов просто огромнейший гигант красивый вот это целое целое такое тюльпановое ведро мои девочки мои красивые это для вас замечательная погода тепло и не жарко все как я люблю а а а а а вот эта маленькая ромашка по всему городу меня вообще умиляет кстати ромашки ты мои любимые цветы да такие маленькие холёсенькие я люблю скажи такие зубчики почему я знала что наоборот они способствуют тому чтобы они оставались чистили жучков всяких там очень сильно нравится здесь что я замечаю людей на улице с животными собаками в основном и это не обязательно какие-то крутые породы овчарки или даже без ножки там без ушка ковыляет собачка вот это мне да вот это мне тоже очень сильно как бы это же такие спортивные люди ты читала что не средняя смертность от 90 до 100 лет я в шоке не нравится то есть и говорят там про дождливость есть намного хуже дождливые страны да немножко пошипела ну а то вообще тут наверно мальчик или кто папа обожаю как они ныряют чудо природы я знаю что не знаю что они в шоке которые есть у мусульман они почему-то изгоняют я дети Субтитры делал DimaTorzok